Привет друзья, с вами Владимир Шемет и в этом видео я хочу вам показать с какой ситуацией мы столкнулись когда находились на отдыхе в Египте. Это касается местных жителей, египтян и как они относятся к туристам и что же может произойти если вы собираетесь на отдых в Египте. Давайте мы сначала это все посмотрим а потом я после этого эпизода с ситуацией что у нас произошло все расскажу и прокомментирую так что подписывайтесь на канал и погнали аквариум аквариум давай да не за нами заедут сколько стоит отдал на 30 долларов 30 долларов 15 75 да все давай я бы принесли 70 лет на троих на четырех то уже все уже заказали только заказали ну как заказали заказывали кто кто ну я откуда знаю знакомый мой на ян интернет друзья нету кто что сколько стоит по 30 долларов взрослой до 30 как делал я уже все заказано так что мы не можем как не можем это это здесь наша наша работа здесь я хозяин здесь работа здесь как аквариум сатаре на яхты 30 долларов 30 долларов 30 долларов мы уже заказали давай отдал денег одни отдал так варим отсюда как имя как имя как имя как имя купили тебя там кстати снять на видео эту ситуацию получилось чисто случайно и снял это видео мой сын пока я выяснял когда за нами заедет трансфер на заказанную экскурсию хорошо снимать ничего страшного а так варим аквариум а канариум здесь давай 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 iesta хороша габарит гуля саддама ходу вот так где он приходит гуля а рок олова да бая я на ресепшеня аддана на ананан ананана на канариум давая на ресепшеня аддана баночи на 400 на 3х баноча до 9 долларов давай на аналог и на автобус мы должны В общем, ребят, как вы видите, ситуация была неприятная. То есть просто до нас пристал какой-то местный египтянин и пытался упарить нам экскурсию. При этом до такой степени нагло это хотел сделать, что даже его не остановило то, что мы уже заказали экскурсию. Что договорились с человеком, что просто как бы с ним даже было неприятно бы, наверное, ехать, когда он так пристает и паривает что-то. Конечно, такое не часто происходит с одной стороны, но тем не менее, если бы, допустим, была моя супруга одна с детьми, то ей бы вообще было, наверное, неловко, когда пристают вот такие вот египтяне к туристам. Конечно, это нехорошо. Можно было бы, например, обратиться в полицию, либо еще что-то в этом роде. Но мы это не стали делать, потому что, ну, приехали на отдых. Просто нужно держаться подальше от таких людей, когда вы находитесь на отдыхе. Разговаривать с ними вообще бесполезно и ведут они себя крайне нагло и неприятно. Дело в том, что когда вы находитесь на территории отеля, как правило, такого не происходит. Но когда вы выходите за территорию отеля, то, конечно же, к туристам пристают и пытаются им что-то продать, впарить там, развести. Ну, в общем, это стандартная египетская ситуация. Просто на нее не надо обращать внимания. Тем не менее, как бы, если бы мы заказали экскурсию, допустим, у нашего отельного гида, то, конечно, такого не произошло, потому что нам бы не нужно было выходить за территорию отеля. Но, в любом случае, как бы, большинство туристов всегда выходит за территорию отеля. И, в принципе, это нормально, выйти погулять за территорию отеля. Просто то, что такое происходит в Египте, это крайне, я же говорю, неприятно. Но это может произойти в любом отеле, где бы вы ни были. Это Шарм-эль-Шейх, либо Кургадо. И неважно, в каком отеле вы отдыхаете. Когда вы выходите за территорию отеля, очень часто такие ситуации могут произойти с вами. Просто не надо переживать, нервничать, а стараться удалиться от этого египтянина. Хотя они могут бежать за вами и там говорить, там иногда могут говорить неприятные слова, могут материться, могут все что угодно говорить. Просто такая вот ситуация у нас произошла. И, я же говорю, то есть вам нужно знать об этом и не нужно обращать на это внимание. Такой он Египет. Я не знаю, может быть, когда-то это все исправится, может быть, не исправится. Но вот сколько я не ездил, такое происходит часто. Хотя вот именно так вот нагло это первый раз. Потому что раньше были ситуации, то есть, ну, там, купи, купи, ну, не хочу, спасибо, нет, да и все, как бы. А тут вот просто несколько минут он парил мозги, парил мозги. Все, поехали, все, давай, все, там, ну, что попало, молол. Как бы, ну, нормальный человек, когда ему говорят, что все заказано, все оформлено, все уже решено. То есть, конечно же, ну, нормальный человек не будет такое делать. Ну, как вы видите, этому египтянину было все равно на то, что мы говорили. Его, как бы, целью была исключительно парить какую-то экскурсию, любую. То есть, в данном случае мы ехали в аквариум в Хургаде. Вот, и он говорит, что вот все, вот какая разница, хоть ему и объясняешь, что уже оформлено. Да, когда вы заказываете экскурсию, то есть, лучше оплачивать ее, когда за вами заезжает трансфер. Потому что там тоже бывают различные ситуации, но об этом я вам расскажу и покажу в другом видео. А в данном видео я просто показал, какая была у нас неприятная ситуация, когда мы находились на отдыхе в Египте. И просто, как бы, я же говорю, я лично эту ситуацию пропустил, ну, имеется в виду, ну, как бы, показать вам показал. Ну, некоторые могут это воспринимать близко к сердцу, и действительно, как бы, это может испортить отдых. Поэтому, чтобы такое не происходило, тупо не выходить из отеля. Но тоже неинтересно. Просто, я же говорю, стараться держаться подальше от местных. И сразу, ну, не вступать с ними в разговор. Тогда, ну, и ситуаций таких будет происходить меньше. Особенно не говорить, что вы там собираетесь что-то купить, либо на какую-то экскурсию. Потому что потом, как пристанут, и чтобы избавиться от этого, ну, нужно постараться, и это все очень нелегко и непросто. Отцепиться от местных египтян. Так что, друзья, если у вас что-то происходило похожее на отдыхе в Египте, расскажите мне об этом в комментариях под этим видео. Я обязательно почитаю. Если у вас есть какие-то вопросы, возможно, вы что-то хотите уточнить, вы тоже можете написать ваши вопросы в комментариях под этим видео. И я тоже постараюсь ответить на все ваши вопросы. На этом все. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. С вами был Владимир Шемет. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.